Всем привет! Спасибо за поддержку в первую очередь. Для донаты. Неожиданно, но приятно. Партию третьего тура, как и обещал, выложу в выходной. В четвертом туре я играл белыми с Артемием Гоголевым. И партия с одной стороны получилась очень длинной, 90 ходов. Но в то же время напрягаться мне пришлось не так много. Я ее еще буду прогонять с движком. То есть, вы уж извините, что выкладываю поздно. Комментарии в основном будут такие словесные. Без проверки компом. Вот, Д4, Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, Д5. Ясно, что это линия, которую мы не успели с тренером посмотреть. Я сыграл Конь С3, на слон Е7, слон Ж5. И на рокировку пошел Е3. И Артемий сделал такой достаточно редкий ход Б6. Намного чаще здесь встречается А6, слон Ф4, Б6. И это очень важное включение, вот ход А6. Я, по-моему, собирался брать на Ф6. Но полной уверенности в том, что я тут что-то бы вспомнил у меня нет. Здесь бы я думал. И, конечно, я еще в выходной день повторю абсолютно все дебютные варианты. То есть, посмотрю, как играть здесь. Там, посмотрю, как играть в других линиях. Вот. В общем, Б6. Ладья Ц1, слон Б7. ЦД, Конь бьет Д5. И вот такая позиция, она частенько возникает вот здесь вот. Вот. Как я вам говорил, после А6, слон А4, Б6. Ладья Ц1, слон Б7. И здесь белые либо бьют на Ф6. И потом на Д5. Либо бьют на Д5. И после Конь бьет Д5, слон бьет Е7, Ферз бьет Е7. Считается, что это примерно равная позиция. А у нас получилось, что я пробил на Д5. Пробил на Е7. И сыграл слон Д3. И выясняется, что белые уже создали серьезную угрозу. Конь бьет Д5, Ферзь Ц2. И это вилка на Ц7 и на Х7. Черным пришлось ходить Х6. И получается известная позиция системы Ласкера, которая чаще возникает при ходе черных. Система Ласкера, Ферзь Иван Гамбития, да. Но здесь с ходом белых понятно, что белые могут как-то напрягать своего противника. Рокировка Конь Ц3, Ладья Ц3. Ладья Ц8. Здесь, конечно, интересно. Ферзь Ц2. Вот такое спокойное. Изначально я так и хотел играть на Ладья Ц8. Почему не пошел? Не знаю. Конь Е5 тоже у меня было в планах. Дело в том, что нет хода Конь Д7 из-за Конь Ц6. И черные полностью запотованы. То есть, если они избавляются от нашего коня, то тогда белопольный слон белых будет просто страшным зверем. Огромное количество партий такого вот в подобной структуре есть у Алексея Сергеевича Дреева, участника этого турнира. Вот. Я решил сыграть Ферзь А4 попроще. Конь Д7, Слон А6. Разменял этих белопольных слонов. Но, с другой стороны, черные провели Ц5. У хода Ц5 есть не только плюсы. Да, пешка Ц7 ушла. Если бы белые успели ее зафиксировать, конечно, черные проиграли бы партию намного быстрее. Б4, Ладья Е8. Аккуратный ход. И здесь я не нашел ничего лучшего, чем перейти вот в такую позицию с микроскопическим перевесом. То есть, у белых поактивнее фигурки стоят. Пешка А7 подвисает. Но у черных все очень прочно. И после Конь Ф6 белым не так просто доказать, что их активность чего-то стоит. То есть, ну, я хотел сыграть Конь Ц6, например. Там просто Ферзь Д7. Если Ладья Д3, то Ферзь Ц7 и выясняется, что Конь связан. И начинаются угрозы типа Конь Ж4. В общем, так как на доске сделано 19 ходов, а у меня оставалось чуть более 20 минут, я вспомнил совет своего тренера, который говорит, что... Ну, мне сказалось, что надо обязательно в середине играть чуть быстрее. И я пошел на такую линию. Ладья Ц7, Ферзь Б4, Ферзь Б7. Черные могли разменяться. Я уж полюбил их, на мой взгляд, чуточку поприятней, но такие крохи совсем. По идее, черные должны уравнять. Ферзь А3 тоже ход неплохой, но добавляет нам немножко опций. Конь Б5. Как-то у черных подвисает на Ф7, поэтому Ферзь Б2, чтобы на Ладья Б7 съесть на Ц1 с матом. Конь Д6. Если взять на А2, то Ладья Б7 уже, видимо, выигрывает партию. Поэтому Ферзь Б7. Ладья Б7. И сильный ход Ладья Б8. Пешку Ф7 белые забрать не могут. Сыграть Ладья Ц7 не могут. К сожалению, где-то... Где-то я забыл сделать форточку. У меня были мысли где-то сыграть А3. То есть, с той пешкой на А3 или хотя бы король на Ф1, я бы уже зашел второй Ладьей на седьмой ряд. И партия бы закончилась. Но тут, опять же, помня совет тренера играть чуточку быстрее, я обнаружил переход вот в такой Эншпиль. Здесь Артемий сыграл А6 и предложил мне ничью. Моё мнение, ход А6 немножко... Ну, не точный. Ничью не выпускает. Но заставляет чёрных сделать несколько аккуратных ходов. По-моему, если играть так, как играл Артемий, интереснее смотрелось А5. То есть, по крайней мере, это давало чёрным лишний темп. Я пошёл Ф3, конь Д5, король Ф2. Здесь был за чёрных, на мой взгляд, обязательный ответ Ф5. И белые не могут сыграть Е4, так как после размена конь С3 вилкой. Не могут пойти король Е2 из-за конь С3 вилкой. И не могут пойти король Е1 из-за конь бьёт Е3. Мне бы пришлось ходить конь Д6 на король Ф8, Е4. К счастью, в этой позиции чёрные не могут пойти король Е7 из-за конь С8 в шах. И слопали ЕД с выигранным пешечным Эншпилем. Но есть ФЕ, есть конь С3 даже. И вот эта позиция, она мне казалась неясной. То есть, она как минимум на три результата. То есть, белый конь застрял на Ж7. А у чёрных сейчас пешка А побежит. Ну, коня мы сейчас, правда, выведем. Король Е3 в 4 шах. Но мне казалось, что здесь у чёрных шансы на ничью появляются. К тому же, этот вариант не обязательный. На Е4 можно взять ФЕ. На ФЕ конь С3. Поэтому надо, видимо, бить конём. И чуть-чуть похуже у чёрных из-за двух слабых пешек Е6 и А6. Но конь на Д5 очень сильный. И, наверное, это ничья просто. Артемий сыграл король Ф8. И после Е4 я уже был полон оптимизма. Конь С3, на мой взгляд, ещё одна неточность. Стоило сыграть конь Ф4, не отпуская короля. То есть, если белые пойдут Ж3, то мне казалось, что вот это включение может оказаться выгодным. Потому что пешка Ф3 при случае начинает подвисать. Конь Б4, А3 не пойдёшь, надо ходить А4. Ну и вот я не понимал, насколько реальны шансы белых выиграть эту позицию. Да, король активней, конь тоже достаточно активен. Но чёрные при случае могут отправиться за пешками королевского фланга. Ход Конь С3, несомненно, мне помог. И ещё больше в этой позиции мне помог ход А5. То есть, вот, чего не стоило делать, так это не стоило ходить А5. То есть, может быть, и А6 было нормально, да? Вот. Дело в том, что после короля Е3, А4, мой противник зевнул конь А7. Ну, это он после партии сказал, что у него это вылетело из головы. И после короля Д3 нет хода конь Б1 из-за конь Б5. Давайте покажу. Конь Б1, конь Б5. И на король Д7 белые не идут забирать лошадь. Хотя тоже это интересный ход. Король С2, король С6, конь Д4 шах. Король С5, конь бьёт Е6, ФЕ, король бьёт Б1, король Д4. Давайте покажу. Я вот этот эншпиль никак не мог посчитать. То есть, вот, возникает такой пешечный эншпиль с лишней пешкой. Ну, у чёрных здесь лишний король. И мне это казалось достаточно опасным. То есть, могут ли они пойти король Е3 или там Ж5, Е5 должны как-то фиксировать и стоять королём на полях С4, Д4. Я собирался играть не король С2, а король С4, конечно. И на король С6, король Б4. Пешку А4 мы сейчас съедим. А чёрные вроде бы так никуда и не успели. Ни на что напасть. А была бы, кстати, пешка на Ж3, чёрные сыграли бы конь Д2 и получили бы какую-то контр-игру. То есть, висит на Ф3 и грозит конь Ф1. Там пешки А2, Ж3 начинают подвисать. Вот. После конь Д1 я с удовольствием дал шах. Хотя, потом, по-моему, я себя за него немножечко журил. Мне казалось, что я мог сыграть сильнее. В общем, был очень интересный ход. Конь Б5 с идеей на король Д7 сыграть, по-моему, конь С3 на конь Б2 шах, король Д4. И вот поиграть такой Эншпиль, в котором у чёрных, чёрные лишены ходов конём в принципе. То есть, пока что вот это поле Д1. Ну и белые хотят где-то Ф4, в общем, захватить где-то здесь пространство. И надвигать пешки. И потом заняться их окучиванием. Ну, всё-таки, в какой-то момент конь С3 проявит явно больше прыти, чем конь Б2. Ещё была какая-то интересная возможность вместо конь С8. Сейчас что-то у меня подвылетело из головы. Не, ну ладно, конь С8 тоже нормально. Король Д8. Я сыграл конь Б6. Интересно было, по-моему, конь Д6 ещё. Попытаться поймать коня. То есть, если чёрные заезжают пешку на Ф7, то после конь С4 выясняется, что угрожает король Д2, конь Ф2, король Е2. И лошадь загнана на А1. Пешка А4 теряется и всё заканчивается. И, по-моему, поймали. Да, конь Д6. Если чёрные ходят Ф6, то ровно то же самое. Конь С4, король С7, король Д2. И конь пойман. То есть, чёрным надо срочно избавляться от пешки Ф7. И пытаться вытащить лошадь. Через Б2 на С4. Но, мне кажется, белые могут поставить просто коня на Е5. И снова грозит конь С4. Да, не исключено, что вот это был самый простой выигрыш. То есть, вот здесь чувствуется, что чёрным не сдобровать. Даже вот Ф4, Ж4. А я сыграл конь Б6 заманчиво. Потому что напал на пешку. И я посчитал, что есть ход конь С4. Снова у чёрных конь на Д1 не имеет ни одного хода. Но, к сожалению, я потерял темп. И не могу пойти король Д3, король Д2. Он тоже успеет напасть на лошадь на С4. Поэтому пришлось активизировать короля. И у чёрных появилась возможность Ф5. Всё-таки разменять пару пешек. Я ещё думал над идеей Е5. Мне не понравилось, что чёрные сыграют Ф4. И грозит конь Е3. То есть, нам придётся уводить короля на Д4. И что это за позиция, я, если честно, понять не могу даже сейчас. Сейчас нужна помощь Железного Дровосека. Выигрывают белые, не выигрывают. Для меня загадка. Всё-таки чёрный конь на Д1 на редкость туп. И это должно дать белым неплохие шансы на победу. Ладно, я сыграл проще. ЕФ, ЕФ. На всякий случай пешку на Ф4 не пустил. И теперь отправился активизировать лошадку. Значит, ну, я думаю, что были и другие входы, кроме конь Б6. Интересно было конь Д6 напасть на Ф5. Ой, не конь Д6, по-моему. Сейчас, какой-то ход мне ещё. Король Д5, мне казалось, интересно. Конь С3, король Е5. И мы приходим и королём собираем эти пешки. А потом пешку А3 обменяем на пешку А4. Вот. И это должен... Король Д5 должно выигрывать достаточно легко. Но мне показалось, что... Вот. Поставить короля на Д4 правильно. И пешку на Ф4 тоже. Почему? Потому что, если в какой-то момент кони будут разменены, нам очень важно, чтобы пешка Ф была ближе к полю превращения. Пока чёрные съедят на А3, мы уже поставим Ферзет. В общем. Вот. Пешки Ф3 идти до Ф8 всё-таки дольше. Конь Д1. Да. И теперь Артемий придумал отличную контр-игру. То есть, вот он отдал, наконец-то, пешку А4, но активизировал короля. Я сыграл здесь А4. Ну, чтобы на неё никто не мог напасть. И опять же, поближе к полю превращения. Конь Д3, конь Е2. Конь Б2. Ну, вот здесь выигрывает огромное количество ходов, как мне кажется. То есть, очень интересно было пойти король С2. Не менее интересно было король Е3. Чёрные обязаны играть король Д5. Угрожает конь С4 шах. Но мы вроде успели напасть на Ф5. Если король Е6, то король Д4. И партия заканчивается очень быстро. Чёрные вынуждены давать шах есть на А3. И белые должны потихоньку реализовать две лишние пешки в этом Эншпиле. То есть, это точно выигранный Эншпиль. Но техника потребуется. Я как-то без двух пешек спасся против Константина Ланды в коневом окончании. Вот. Помня это, я пошёл по самому форсированному пути. Но понятно, что досчитать ничего не мог. Тут у нас минут по 7 оставалось. Я довёл время примерно до 4. Понял, что Эншпиль обязан быть выигранным. И на него пошёл. То есть, пешка А4 неизбежно теряется. То есть, конь не имеет ходов. Поэтому нельзя ходить А4. То есть, грубейшей ошибкой будет А4. Взяли, взяли. Король Ж3. На А5 Король А4. На Конев 5 Король Ж4. Согласились на ничью. Ну, поэтому Король Б3. Немножко побегали Королём. Да, загнали Коня на С3. И отправились. Пешку А4 отдали. И отправились проводить пешку А3. Конь А4 Король Б4. Конь Б2. Но здесь, конечно, самым чётким было немедленное Конь Б6. На Конь Д3 Король Б5. То есть, здесь я в цикноте вложанул. Забыл взять под контроль поле А4. На Король Ж5 просто Король, по-моему, С3. Конь Д1. Король С2. Да, Конь Е3. Король Д3. И пешка бежит. То есть, остановить её чёрные не могут. Я чуть-чуть наплёл. Зачем-то ухудшил позицию своего короля. И улучшил позицию чёрной лошади. Но, настолько выигранный Эншпиль. Что... Так, после Король Д5 угрожает Конь С4. И затем Король С6. И пешка А бежит. Поэтому Конь А5. Тут повезло, что чёрные не успели перейти в пешечный Эншпиль. Потому что Король просто не в квадрате. Поговорите. Король в квадрате, да. Но мы его успеваем оттолкнуть плечом. Да, виноват. Я заговариваюсь уже. Всё-таки подустал задний. Ну и 90 ходов всё-таки это... Вот. Ладно. Конь Б3. Здесь я видел, что противник очень доволен своей защитой. Ну и действительно. Пешка А4 задержана. Король на коня напасть не может. После Король Е7. Чёрный Король попадёт в квадрат. И кажется, что ничья не за горами. Но рекомендую, кстати, вам взять паузу. Поискать, а как же белые здесь выигрывают. Ничего сложного нет. Тут вот такой ход. Конь Д2. Чёрные не могут бить коня. Ну, то есть могут. Но после А5 ни Король не попадает в квадрат. Давайте я его нарисую. Видите, не попадает. Ни лошадь не способна задержать пешку. Ну, нет защиты от А7 и А8 ферзь. Ну, понятно, что конь А5 последовало. И тут ещё один сильный ход. Король Д6. Угрожает Король С7. Король Б6. И съели лошадь. Конь на А5. Та самая лошадь на краю, которая стоит плохо. Здесь я сыграл Король С6. У меня была серьёзная идея пойти здесь Король Б6. И пешка А проходит. Но когда позиция возникла, я, конечно, всё забыл. Король Б6. А5. А6. Вот. Я сыграл Король Д7. Мы повторили позицию. И я всё-таки решил, что на коня надо нападать. Король С7. Король Е7. И пешка пошла. К счастью, эта позиция тоже легко выигранная. Так как пешка дошла до А7. Если пешка дошла до А7 и чёрного Короля перед ней нет, то чёрные проигрывают. Артемий придумал здесь такую интересную идею. Конь А8. Если бы Король бьёт А8, то после Король С8 это ничья. Но у белых находится конь Б6. И чёрные сдались. В общем, такая, ну, относительно несложная партия. То есть, мой противник в коневом эшпале сделал очень много для того, чтобы я победил. С другой стороны, я очень доволен, что меня хватило на 90 ходов с лишним. Нет, ровно 90. Вот. То есть, физическая форма более-менее нормальная. И я очень доволен, что завтра у нас выходной. Вот. Всем огромное спасибо. Пока что иллюзий, что могу отобраться в суперфинал, не исчезает. Я борюсь. Всё. 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 Продолжение следует...